Слава Богу, братья драгоценные, что мы можем вновь собраться, чтобы учиться, получать от Бога наставления, пребывать в Его Слове. Действительно, вам выпала такая, не знаю, честь не скажу, но, наверное, такая больше сейчас, перед тем, как вы включили запись, мы предупредили, чтобы вы поменьше шевелились, поменьше ходили, не задавали вопросы в других центрах, наоборот, я стимулирую людей, чтобы задавали вопросы. Так как ведется запись, то вам выпала такая честь, что вот у вас мы ведем эту запись для того, чтобы потом другие люди тоже могли получить благословение, потому что братья из других центров, сестры из других центров, церквей, когда-то уже раньше попросили вести запись этих уроков, потому что оно и для них полезно. Поэтому я повторяю, что мы нацелены, я нацелен на этот урок, нацелен на вас, на эту аудиторию, которая здесь, но параллельно мы ведем запись, чтобы еще кто-то мог это прослушать и иметь тоже благословение. И вот когда мы сейчас молились, действительно такая мысль, от Бога мне пришла, мы только с братьями сидели и размышляли, как Бог говорит. Мы размышляли со служителями, более и более утверждались в том, что нам важно иметь веру в то, что Бог говорит к нам. Но очень трудно описать, как Он говорит. И вот буквально я сейчас получил такую мысль, такое откровение, когда я сейчас молился вместе с вами. И вот действительно пришло на сердце эта мысль, что действительно, вот действительно, что очень часто мы начинаем пренебрегать, мы по своей человеческой природе испорченной, но пренебрегаем часто тем, что стало доступным. Аминь, слышите? И вот нужно, и это тоже есть часть благочестия. Мы сейчас у нас такие, вот большая такая тема, мы на протяжении уже многих-многих уроков говорим о благочестии, о благочестивой жизни, изучаем, вот как бы Бог нам со всех сторон показывает эти составляющие благочестия. Я не буду сейчас повторять их. Но одной из такой составляющих благочестия есть как раз таки помнить о том, что нам свойственно, как людям пренебрегать тем, что стало открытыми, доступным. Аминь, слышите? Вот Бог когда-то открывался в Ветхом Завете, мы читаем, лишь некоторым людям, а сегодня Он всем открылся. И мы можем пренебрегать близость, отношение с Ним. Аминь, слышите? Он свое слово сделал доступным. И мы можем что? Принимать это как должное. Милость Его каждый день обновляется, и мы можем тоже этим пренебрегать. Потому что это стало доступным, обыденным. Вот очень важно благочестие, это когда мы это понимаем и бережем себя, чтобы то, что Бог сделал доступным, не стало для нас каким? Вот таким обыденным. Боже, береги от этого нас и каждого. Действительно, я это так вот ощутил, что это пришло мне на сердце, что Бог это мне проговорил. Аминь. Хотелось вот на этом сделать ударение. Давайте мы коротко помолимся, склоним головы. Боже, благослови нас дальше, чтобы принимать, Господь, от Тебя Твое учение, Твое наставление. Помоги нам, Боже, быть восприимчивыми, внимательными ко всему тому, что ты будешь нам открывать сейчас. На прошлом уроке ты начал нам говорить, нас учить о врагах святости, о врагах благочестия. И помоги нам действительно беречь себя от вот такого врага, как совместимость, о котором ты говоришь нам в своем слове, что часто мы, как верующие люди, можем многие вещи пытаться совместить. Пытаться совместить то, что совмещать нельзя, с верой, со святостью, с благочестием. Поэтому продолжай нас этому учить, наставлять, чтобы мы не впали в обольщение, чтобы кто не прельстил нас, как ты говоришь об этом нам, предупреждая нас, что многие придут под именем твоим, скажут, что это ты, многих прельстят. И также нам свойственно, как людям, самим себя обманывать. И это тоже одно из искушений и обольщений. Поэтому дай нам, научившись этому, беречь себя, хранить себя в святости, в отделенности, жить праведно и благочестиво. Помоги нам, Боже, наставь нас в этом. Действуй в нас сейчас, духом своим очищая, преображая наш разум, наше мышление, наше сердце. Молимся тебе об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. На прошлом уроке мы начали такую сложноватую тему. Это сложная тема. Я, к сожалению, даже в прошлый раз сказал не записывать, потому что думал, что мне будет очень трудно в простоте, что многие вещи нужно будет повторять. И сегодня я пришел к такому выводу, что все-таки мы будем записывать, а там как получится. Немножко напомню, что в прошлый раз мы стали, мы продолжаем говорить о благочестивой жизни, о благочестии. Но вот у всего, что от Бога нам дано, вера, святость, благочестие, праведность, у этого всего есть враги. Так? Аминь. Есть враги такие явные, которые могут явно воевать против нас, а есть враги такие тайные, о которых мы даже можем не знать. И, конечно же, и те опасные, и те опасные, но есть, которые там прямо нас атакуют, а есть, которые приходят так, как бы, как Иисус сказал, где инде, да, вот как бы, помните, он там в Евангелии Туана говорит, что через забор как бы пытаются залезть, враг пытается залезть, вор приходит, как так, залезть через забор. Вот эти вещи, вот из того разряда. И мы говорили, что один из таких основных, вот врагов святости, а святости, благочестие, такие близкие понятия, да, и написано так, что без святости никто не увидит Господа. Аминь. Ну, можно сказать, что если мы тоже утратим благочестие, то Бог перестанет проявляться в нашей жизни. Вот. Аминь. Так? И мы читали этот текст, который прямо об этом говорит. Второе Коринфянам, 6 глава с 14 стиха, там, где написано «Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с тьмою, какое согласие между теми и этим». Но давайте сегодня, вот я хочу, чтобы мы прочитали вот именно с 16 стиха, потому что именно в 16 стихе говорится вот об этой совместимости. Какая совместимость храма Божья с идолами? И дальше идет важное замечание, ну, как-то, важное утверждение именно новозаветнее. Вот тоже мы сегодня со служителями говорили, размышляя там, что когда-то была Скиния, Ковчег, а в Новом Завете Бог говорит, что я уже вселюсь в них, то есть вселюсь в верующих меня. И вы и есть храм Духа Святого, то есть место моего обитания. Аминь. И вот здесь подчеркивается эта новозаветняя истина. И Бог поэтому говорит вот, нет никакой совместимости храма Божья с идолами, ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому, то есть и поэтому, что я живу теперь в вас, вы должны выйти из среды их, кого их, ну из среды язычества, из среды верований всех остальных людей, народов. Аминь. Слышите? Как тогда эти были в древности, так они и сегодня есть. Из среды тех, кто поклоняется сегодня карьере, деньгам, самим себе, своему эго. Аминь. Так или нет? То есть не в смысле, что мы должны как-то замкнуться где-то в комнатах, в монастырях или еще где-то. Потому что, ну, Божье призвание наше для этих людей быть светом. Но не совокупляться с ними. Аминь. Слышите? Не в смысле рвать с ними отношения, замыкаться от них, отгораживаться от них. Это заблуждение. Так? Ну, мы об этом тоже говорили. Ну, надо, помните, мы говорили, что есть большая ошибка верующих быть солью, но закрытой солонки, чтобы сохранить свою соленость. ну, тогда, да, она вроде не теряет своей солености, но теряет свое предназначение. То есть, понимаете или нет? Да. Ну, вот, живя в этом мире, нам нужно не сообразовываться, да, как написано, не сообразуйтесь с веком сил. То есть, не живите, как они. Не принимайте их ценностей, их правды житейской, аминь, слышите, их мудрости, потому что люди в этом мире живут, руководствуются мудростью человеческой, которая земная, написано, что душевная, бесовская. И как Павел написал Коринфянам, что если кто хочет быть мудрым, в веки сел, аминь, в каком веке? Ну, вот в этом, для тех людей было в ихнем веке, в ихнее время, для нас в это время, тот будь безумный. То есть, как это понимать? То есть, наоборот действует. Аминь? Потому что то, что для людей есть мудрость, для Бога есть безумие. Понятно это? Вот, чтобы мы понимали, что, что, что значит выйти из среды их и отделитесь. И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Вот. И мы в прошлый раз говорили, что, к сожалению, к сожалению, сейчас можно так и характеризовать христианство, но в принципе так оно было и с Израилем. Вот основная ошибка Израиля, что они вполне себе совмещали всю свою историю, вот ту, когда Бог их и выводил из Египта, и уже, когда они вошли в землю обетованную. То есть, они совершили такую ошибку, что они не истребили народы, о которых Бог говорил. Сегодня эти народы тоже есть, но они внутри нас, что нам нужно истреблять. Нам не нужно истреблять какие-то народы внешние. Сейчас эти народы внутри нас находятся. Но конкретно Израилю Бог говорил, вам нужно эти народы истребить, потому что иначе вы с ними смешаетесь, вы войдете с ними в союз, в сообщество, вы переймете их неценности, их систему поклонения. Аминь. И так и произошло. То есть, ошибка Израиля как раз-таки вот этот враг по имени совместимость поразил их. То есть, они в себе очень запросто совмещали веру, поклонение Богу истинному, единому и верованием остальных народов. Аминь. Слышите? И это сегодня очень примечательно для нас, потому что сегодняшние верующие точно так же вполне себе совмещают веру в Бога с дружбой с миром. Хотя Бог, Писание говорит радикально, дружба с миром есть что? Вражда против Бога. Но о каком мире идет речь? Ну, что входит в это понятие мир? Нужно ли нам как-то иметь общение с неверующими? Нужно. Иначе как мы им будем свидетельствовать о Христе? Нужно ли к неверующим проявлять милость, любовь? Так именно к ними нужно, хотя Библия говорит, что и к нам друг друга, но мы сначала должны прежде всего иметь любовь, любовь между собою, потому что если мы любви между собой не имеем, то как мы можем эту любовь нести в этот мир? Аминь. Так написано, что потому узнают в нас, что мы его ученики, если мы имеем любовь между собой. Но нам, имея эту любовь между собой, нужно как этот пример нести в этот мир. Поэтому нам ни в коем случае нельзя отгораживаться от неверующих людей, но не перенимать их ценности, их поклонения. Вы же понимаете, что сейчас тоже люди так же самые, имеют ценности, имеют систему поклонения, просто даже может и не подозревают этого. Понимаете, что такое поклонение? Это то, это как то, чем человек увлечен, то, что им движет, то, кому он поклоняется. Аминь, слышите? То, на что он как-то посвящает свою жизнь, тому он и поклоняется. Вы понимаете или нет? Что это не поклонение, это не просто перед кем человек склоняет свои колени в буквальном смысле и поет песни или молится. Аминь, вы понимаете? То есть поклонение это то, кому человек посвящает чему или кому он посвящает свою жизнь. Мы поем песню «Вот кому принадлежит вся жизнь моя». Да? То есть мы подразумем, что она принадлежит кому? Богу. Но это тоже еще вопрос, так ли это на самом деле. Но для неверующих людей их жизнь принадлежит им самим и этому миру, системе этого мира. Так вот они сами даже не подозревая этому поклоняются и служат. Так или нет? И вот с этим нам ни в коем случае нельзя как-то соединяться, перенимать. Но это очень легко от них перенять. Если поддаться вот этому врагу по имени совместимость. Потому что часто люди говорят, да как запросто. Я запросто могу совмещать. Помните, мы в прошлом уроке говорили, что когда ты действительно пытаешься этому человеку уже впадшему в обольщение, ну, если он часто верующий люди, но они впали в обольщение, и они вполне себе притянули эти вещи, которые в принципе нельзя совмещать, они перетянули в свою жизнь, и они будут обычно тебе говорить, да у меня проблем нет, это у тебя проблема. Аминь, слышите? Ну, мы в прошлый раз говорили, какие вещи, да масса этих вещей, никто вам список конкретный не даст. Но мы как верующие должны спрашивать у Бога, Боже, а угодно ли это тебе? Ну, помните, мы говорили, наверное, когда люди того времени, когда еще были живы апостолы, они тоже слышат эти проповеди, слышат эти наставления, наверное, приходили к тому же Павлу и спрашивали, Павел, ну, а что действительно, ну, а что нам действительно можно, а чего нельзя? И он им как отвечал? Все позволительно, но далеко не все полезно. То есть, вот это слово полезно, оно просто так переведено в такой форме, ну, в нашем переводе, но в языке оригинала, несет немножко больший смысл. То есть, он говорит, одни вещи вам полезны, а другие вредны. Аминь, слышите? Они не просто нейтральны, потому что часто, почему этот враг совместимости поражает нас, потому что многие вещи кажутся нам просто нейтральными, но на самом деле они что? Но они вредны для нашей веры, для нашего духа, для святости, для благочестия. Аминь, слышите? Потому что они имеют происхождение, вот это уже тема, ну не тема, но часть сегодняшнего урока. Очень часто люди даже не задумываются над происхождением. Понимаете, что такое происхождение? То есть, откуда эти вещи берут свое начало? И вот что такое язычество? Язычество сегодня. Помните, я вам говорил на прошлом уроке, что мы чуть поговорим сегодня о язычестве. Язычество это все то, что имеет свое происхождение не от человеков, но откуда-то из духовного мира. Аминь, слышите? То есть, есть вещи, которые происходят от человека, от человеческих изобретений, ну потому что Бог дал человеку каждому творческий потенциал. Так или нет? И многие вещи, ну есть, ну вот есть праздники, например, какие-то человеческие. И они тоже могут быть для верующих, ну как-то, несовместимы. Но намного более опасные вещи, которых происхождение не человеческое, а какое? Духовное, то есть, бесовское. Вы понимаете? И часто люди даже не задумаются над происхождением тех или иных праздников, тех или иных ритуалов. Даже сами говоря, ну это еще из дохристианского периода, то есть, из язычества. Послушайте, если из язычества, то это значит, происхождение их идет из духовного мира, явно не из божьего. Вы слышите? И эти вещи, как бы, если их как-то, даже люди неверующие перенимают их в свою жизнь, это их жизнь разрушает, а тем более будет разрушать верующих людей. Ну, к примеру, там масса, масса из примеров. Ну, вот этот праздник, например, такой, который празднуется во всем мире, Хэллоуин. Его происхождение точно не человеческое, а бесовское. Но, знаете, люди даже извратили, взяли из язычества даже все, ну, как там, ведь этот мир, который живет по обычаю князя, господствующий в воздухе, он любые вещи искажает. ну, посмотрите на, ну, к сожалению, на празднование даже той же Пасхи. Ну, то есть, почему-то Пасху соединили с какими-то булками, хотя, ну, хотя, как-то, ну, происхождение вот эти, почему эти Пасхи, яйца, это все тоже из системы поклонения языческих верований. Потому что по Библии Пасха это сам Христос, а если Древняя Пасха, то это Пасха как-то, само слово Пасха означает пройти мимо. То есть, когда приносился этот пасхальный агнец, и пошло это оттуда, когда Бог сказал, ну, заколоть этого агнца и помазать косяки дверей в Египте, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И потом Бог сказал, вот этот праздник праздновать во все века. И на этот праздник Иисус Христос был заклан, как чистый и непорочный агнец. Поэтому сегодня этот агнец Христос и никакого отношения к булкам, яйцам вообще не имеет. Вообще никакого. Не то, что, как бы так сказать, никакого, но эти булки, яйца, это не нейтральные вещи, как для многих людей, потому что их происхождение нечеловеческое. Ну, в смысле, булки. Небеса эти булки испекли, люди испекли, и люди яйца покрасили. Но сама идея, понимаете? Вот, понимаете, что такое, как, ну, что, что значит происхождение? Это не в смысле, что это сделано руками, что-то бесов, но происхождение демоническое. Но это, как некоторые лишь примеры, некоторые лишь примеры. то есть, в принципе, это все, вот мы на прошлом уроке об этом говорили, это говорили. Очень часто люди заблуждаются, говоря, знаете, какую фразу, но это просто так, вот, ну, когда, когда, ну, более зрелые христиане или те, кто поставлен в церкви, ну, бдить за стадом, наблюдать, как написано за стадом, там, надзирать за стадом, они приходят с вразумлением к человеку и говорят, зачем ты это, зачем тебе это вообще нужно, ну, какие-то вещи. И часто люди отвечают, особенно молодые, ну, это просто так. Поэтому это одно из заблуждений, просто так. Помните, я вам в прошлый раз говорил, чего стерегитесь, когда люди вам говорят, ну, это нормально, это не влияет на спасение. К сожалению, такие вещи слышал даже от людей, которые были поставлены Богом на определенное положение, именно, чтобы бдить, чтобы смотреть за этими вещами. И когда они говорили, ну, ничего, за то, как эти люди молодые хорошо поют, и то, что они там совмещают несовместимые вещи, то, что они еще не достигли определенного возраста, а уже, как бы, позволяют себе интимные отношения друг с другом, то мне сказали, что, ну, это же на спасение не влияет. Хотя я верю в то, и вы должны верить в то, что те, кто призван быть священником, ну, в церкви, да, тем, кто поставлен бдить и наблюдать за стадом, блюсти стада, как написано, то они должны говорить другие вещи, что все в этом мире так или иначе влияет на спасение. Аминь, слышите? То есть, всего в этом мире надо что? Беречься. Какие-то вещи есть, которые, да, которые нам, возможно, пока нельзя, а есть вещи, которых вообще никогда нельзя. Аминь, слышите? Мы в прошлый раз говорили, и Бог по мере нашего роста будет нам, ну, как-то, подсказывать, показывать, потому что нет такого прямо идеального списка, что можно, а что нельзя. Поэтому Павел сказал, все позволительно, но есть вещи, которые не просто неполезны, они вредны. Все позволительно, но не все назидает. А значит, что если не назидает, значит, оно разлагает. Только есть вещи, которые действуют мало-помалу. Аминь, слышите? Вот как, есть вещи, которые отравляют нашу жизнь постепенно, глубоко и незаметно. Вот почему как-то, почему мы этого не видим. Знаете, Клисиас написал, не скоро совершается суд над худыми делами человека. Да, читали об этом? Как бы суд, не скоро последствия приходят, да, оттого сердце человеческое не страшится делать зло. Но обязательно все равно приходит воздаяние. Слышите? Вот. Это вещи, которые, в принципе, нам важно понимать. То есть, бойтесь таких вот вещей, как просто так и не влияет на спасение. Слышите? Ну, это я вам, в принципе, подытоживаю. Хорошо. Смотрите, давайте вот разберем для примера одну такую историю. я ее читать не буду с надеждой и верой в то, что вы ее уже читали, а если не читали, то вы ее прочитаете, потому что, если мы начнем ее читать, а потом разбирать, то это займет очень много времени. Я буду ориентироваться на то, что, ну, вы, по крайней мере, хотя бы слышали эту историю. Эта история, в принципе, она не может не такая популярная, как история там о Давиде, о Сауле, но в книге числа, 22 глава, вы потом, ну, там, она несколько глав занимает. В общем, когда народ Израиля, я лучше ее так, как смогу, перескажу вам. В общем, когда Израиль уже, это уже второе поколение сынов Израилевых с Иисусом Навином, они вошли в землю обетованную, стали завоевывать народы. В принципе, это был период такого, ну, лучший, наверное, период в истории Израиля, когда они действительно слушались Бога, слушались человека, поставленного от Бога. И это такой период Божьей славы, можно сказать. Потому что мы наблюдаем, что они одерживали победы, Бог им содействовал во всем. Так или нет? Там, за исключением момента этого с городом Гаем, с этим Аханом, который, который тоже совместил, кстати, он решил, что можно совместить, взять нечистое, и все будет нормально. Да? Потому что это тоже для нас яркий пример, что мы можем что-то скрыть в шатре своем, в своем сердце, в своей жизни, думая, что это вполне можно совместить. Так или нет? Что какой-то грех можно совместить со служением Богу, потому что он же продолжал служить. Аминь, вы понимаете? Ну, этот человек Ахан, он же продолжал служить, думая, что то, что в шатре у него лежит, никак не влияет на спасение. Слышите? Он уже никак не влияет. А оно очень-таки что? Имело последствия. Просто эта история говорит, что последствия пришли довольно быстро. Кстати, это тоже очень яркий пример. Ну, вот за исключением этого, в принципе, этот период характеризовался тем, что народ более-менее был послушен. Они искали воли Божьей, они истребляли эти народы, которые больше были, многочисленнее их. Ну, все как Бог обещал. Так или нет? И вот там один царь Моавицкий, Валаак, ну, он устрашился, он был мудрее остальных царей, потому что те цари там вступали в коалиции, пытались выступить против Израиля. Но Израиль всех побеждал только потому, что Бог, что был с ними. Аминь, это важно подчеркнуть. И это все есть образы для нас сегодня. Потому что когда Бог с нами, кто против нас? Ну, только когда Бог с нами. А Бог с нами, когда мы с Ним. Так или нет? Когда мы живем свято, благочестиво. Ну, понятно, что мы при всем этом можем согрешать, можем где-то быть несовершенными. Бог это прощает, милует, когда мы это признаем, когда мы, ну, стараемся, когда у нас есть старание и стремление к Нему. Аминь. Так или нет? И вот этот царь Валаак, он был, как-то сказать, мудрее тех царей. Он понимал, что за Израилем есть какая-то сила Божья. Потому что в те времена атеистов не было. Все веровали в каких-то богов. И он понимал как-то своим умом, что за ними стоит, они побеждают не просто так, а потому что за ними стоит какая-то сверхъестественная сила. И поэтому он призывает пророка. Это такая таинственная личность, этот пророк Валаам. То есть, царь Валаак, а пророка звали Валаам. И вот царь этот моавицкий Валаак посылает к этому Валааму своих людей, чтобы они пришли. Ну, кстати, этот пророк был не божий пророк. Но он как бы был, ну, как бы знал духовный мир, имел доступ к духовному. И о боге Израилевом он знал. Ну, явно это такая таинственная личность. Почему, ну, почему Бог как бы ему в определенной мере открывал, ну, открывал себя. То есть, о боге Израилевом он знал, так или нет. Хотя был не, ну, не божьим пророком. Так или нет. Читали кто, ну, знакомы с той историей. И он там многие принципы понимал, которые сегодняшние верующие не понимают. Он говорил, если хотят, если он понимал эту вещь, если в определенных, там, из таких ситуациях очень надо узнать волю Божью, надо построить, что жертвенник. Он понимал, как устроен духовный мир. Что бог реагирует на жертву. Аминь. Сегодня очень многие люди верующие думают, что это утратило свой смысл. Ну, все это образы. Иногда, чтобы, чтобы как-то услышать бога в определенных ситуациях, нужно принести жертву. Ну, в смысле, не кролика, зайца, или не брата своего. Лучше мы принесли в жертву брата своего, чем себя. Богу сегодня угодно жертва хвалы и жертва, когда мы плоть свою распинаем. Аминь. Вот. Аминь так, когда мы усмиряем свою плоть. То есть, какая ему жертва? Больше ему, ну, жертва. Ну, жертва еще материальная, финансовая, но это чуть в это русло не идет. Понимаете? То есть, потому что нельзя от бога, бога купить или от него откупиться. Поэтому жертва хвалы, плод уст и жертва, когда мы жертвуем, когда мы себя приносим в жертву, когда мы распинаем особо свою плоть, например, в посте или еще в чем-то, об отказе от чего-то. Аминь так или нет? Но Валаак понимал эту всю кухню духовного мира, и он сначала отказывается, потом, потом все-таки соблазняется с серебром, идет там, а с лица его останавливает. Ну, всю эту историю вы можете прочитать, потому что, если мы всю ее будем сейчас, ну, прочитывать, то уйдет много времени. Мы возьмем самое важное. Кстати, об этом не говорится в Ветхом Завете, а об этом говорится в Новом Завете. Что, в принципе, даже попытка Валаама проклясть, то есть, Валаак, царь Валаак понимал, что если проклясть, он понимал силу проклятия, что если проклятие, это лишение Божьего присутствия. И он понимал, что если какой-то силе на земле удастся лишить Божьего присутствия народ Израиля, то он сможет их что? Ну, победить. Аминь, слышите? Но когда, опять-таки, этот пример попытался Валаак проклясть народ, этот пример показывает, что невозможно лишить благословения человека или народ, когда они в послушании Богу. Аминь, слышите или нет? Это дает подтверждение всем новозаветним выражениям апостолов. Если Бог с нами, то что? То кто против нас? Что может отлучить нас от любви Божьей? Ничто. Аминь, слышите? Никто не может, ничто не может отлучить Бога от человека, пока человек сам не отлучит себя от Бога. Вы понимаете это драгоценное? Вот это как раз-таки древний принцип, который написан еще в этой истории, в книге числа. Он это показывает, просто не всегда мы это видим. Что попытка, любая попытка принести проклятие, она не действует. Потому что Бог говорит, я как-то, никто не может отлучить меня от моего народа, пока народ мне послушен, пока народ смиряется предо мной. И всякая попытка проклясть народ, он пыжился, пыжился, но наоборот, из его уст выходили слова, что благословение. Естественно, с чем царь Валаак был очень недоволен. И все это повествование Ветхого Завета на этом заканчивается. Но в Новом Завете идет упоминание, что этот Валаак, вернее, Валаам, научил, научил, почему Бог потом был убит, естественно, народом Израиля, почему Бог так был настроен против этого пророка, потому что он именно подсказал, подсказал, опять-таки, происхождение этой подсказки, он подсказал, как ввести народ в искушение, а именно совместимость. То есть он научил Валаам этот, научил Валаака, как ввести народ Израиля в искушение, как лишить их поддержки Божьей. Именно через совместимость, чтобы они стали как-то высвобождать свои чувства к женщинам из этого народа. И мы видим потом, в определенный период времени, когда народ Израиля искусился этими женщинами, то есть им стали этих женщин особо как-то на вид показывать, и народ Израиля стал смотреть сначала в эту сторону, в запретную. Аминь, понимаете? То есть запретный плод всегда сладок. Так или нет? Всегда доступен, сладок, так? Ну, как всегда это идет из Эдемского сада. И они стали этих, ну, сначала мало, знаете, все мало-помалу, сначала они начали засматриваться на этих женщин. Так как Ева сначала на плод, что, посмотрела, потом они стали с ними в отношениях, просто, как сегодня люди говорят, да мы, Боже, упаси, совокупляться, мы просто общаемся. Вы знаете, мы только общаемся. Ну, как сегодня там молодые люди говорят, мы ничего, мы не встречаемся, мы общаемся. Но когда это, знаете, когда эта кнопка уже нажата, вентилятор уже завертелся. Я часто этот пример привожу. У нас есть выбор, как бы, нажимать на кнопку или нажимать. Но когда мы нажимаем, вентилятор уже начинает крутиться, понимаете? И потом они стали с ними уже как-то совокупляться. И так они отвратили Божье присутствие от себя. Аминь, слышите? То есть, так написано, что Валаам научил Валаака. Именно что? Именно вот, ну, важно нам понимать, потому что так мы не читаем прямо в тексте, но важно нам увидеть, вот именно научил их совместимости, что можно совмещать. Почему они говорят, ну, подожди, но мы же все равно, но мы же все равно Богу служим. Но мы же все равно как-то считаем себя верующими. Вот это, чем эта история примечательна, потому что в этой истории мы видим, как действует враг, как устроен духовный мир, как действует искушение. Он научил именно совместимости, и со временем это удалось. То есть, это не сразу, это не сразу. То есть, это даже не с поколениями Иисуса Навина, это потом произошло. Поэтому тоже важно понимать, что некоторые вещи, как я уже говорил, они действуют постепенно, глубоко и незаметно. Они прогрессируют и приводят к тому, к поклонению каким-то вещам, к соединению с какими-то вещами, да, без отказа от веры и поклонения Богу. Аминь, слышите? То есть, при этом народ не отказывался верить в Бога, поклоняться Богу. И это, знаете, когда это посеялось, когда это допустилось, это начинает прогрессировать с большей и большей силой. И сегодня это, ну, как-то, тому доказательство и подтверждение, что христианство во многих странах, ну, как бы, в каждой стране, то есть, есть часть христиан, которые вполне себе живут вот этим, или вот этим, либеральным христианством, то есть, вполне себе совмещают несовместимые вещи с верой в Бога. Разные эти вещи есть. То есть, вполне себе люди могут развестись со своей женой, создать новую семью и сказать, ну, это нормально, что это только помогает мне служить. Люди, многим, кто-то может там, как бы, вполне себе курить, там, кальяны, и даже, есть даже верующие, которые курят планы, говорят, что это помогает им получать откровение, получать откровение. Ну, разные, разные буквально вещи есть. Такое ощущение, знаете, что сегодня, что все знают об идолах, все знают об идолах, что это есть, что это может быть, вернее, об идолопоклонстве. Все говорят, что может быть идолопоклон, но как бы идолы есть, а идолопоклонства нет. Такое ощущение, понимаете как? Ну, все христиане, в принципе, признают, что идолы актуальны и сегодня, но идолопоклонства нет, Потому что людям скажи, они говорят, ну мы же этому не поклоняемся Но если ты этому уделяешь внимание, если ты смотришь в эту сторону То где-то идол уже завладел тобой Аминь, слышите? Потому что, понимаете, когда это искушение уже нашло на человека То очень сложно определить предел, за которым что-либо становится идолом Аминь, слышите? Понимаете вот это, что я сейчас сказал? То есть, когда у человека нет, когда у него все в порядке То он видит пределы Ну, аминь, что позволительно, что непозволительно Но когда он одно что-то позволяет Вслед за этим идет, а, раз, раз, никакого воздаяния не пришло плохого Значит, можно следующее, следующее И постепенно человек лишается способности видеть вообще Различать какие-либо границы Аминь, кто-то понимает меня Но я это испытывал на собственном опыте Потому что постепенно стирается этот предел За которым уже начинается что? По поклонению и принадлежности Понимаете эту вещь? Вот, есть и вопрос, очень важный вопрос Как определить, где предел, за которым что-либо становится идолом? Вы себе можете записать Как определить? Это важный вопрос Как определить? Потому что есть же вещи, которые вполне себе нормальные Вполне нормальные Ну, мы же когда, помните, тему идолов проходили Мы говорили, что идолом сегодня может стать все, что угодно Так или нет? Даже семья, работа, так В принципе, хорошие, нормальные вещи Как определить? Есть одно, одно такое важное, важное слово Один важный термин Это поклонение Потому что Богу только принадлежат заповедь Заповедь Божья Первая, кстати, заповедь К своему народу Она как звучит? Я, Господь, Бог твой Или, вернее, там есть высшая степень исключения Помните, он про это тоже говорит Только я Господь, Бог твой Поэтому только мне одному поклоняйся и служи То есть, никому другому ты поклоняться не должен Но часто люди говорят Ну, я этому не поклоняюсь, не понимая, что такое поклонение Смотрите То есть, это очень важные вопросы Но проблема в том, что сегодня никто, знаете, как бы по этому поводу не парится Потому что все, как бы под таким убеждением ходят Что Бог, зачем напрягаться, ведь Бог меня и так любит Это какое-то медалопоклонство, это все из прошлого, знаете Поэтому люди сегодня об этом не думают Смотрите Давайте вот такие Сейчас разберем заблуждение А потом мы вернемся к этому вот моменту поклонения Как, мы же задались вопросом Как различить, где что-либо становится идолом Это ты начинаешь этому поклоняться Но очень-очень легко не заметить этого Потому что ты поклонением считаешь нечто другое Ты считаешь, что поклонение Я же ему песни не пою Ну, я же буквально не поклоняюсь, например, работе или еще чему-то Ну, из поклонения, это очень тонкая штука Очень тонкая штука Но мы чуть-чуть об этом сейчас поговорим дальше Но давайте мы поговорим все-таки о таких заблуждениях в отношении идолов И вот одно из убеждений таких Одно из убеждений таких В отношении идолопоклонства Одно из заблуждений Что идол Ну, а обычно какое дается определение, что такое идол Нельзя сказать, что оно совершенно неправильное Но оно не совсем верное Вы сейчас поймете, о чем я говорю Потому что обычно, когда сегодня Ну, в различных семинарах или даже библейных школах Ну, как бы изучают эту тему современного идолопоклонства То одно из заблуждений состоит в том, что идол Это то, что становится наравне с Богом Да? Наравне с Богом или выше Бога Так или нет? И это так Это так Но почему Ну, много же в Писании Нового Завета говорят Дети мои Берегитесь идолопоклонства Или идолослужения Идолослужения Да, Иоанн говорит И Павел говорит Берегитесь идолов Так? В Новом Завете Ну, мы когда-то эту тему с вами проходили У нас сегодня не тема идолопоклонства Мы просто разбираем Ну, приходится разбираться И вернуться к этим идолам Чтобы увидеть, как мы можем совместить Какого-то идола в свою жизнь привнести И даже этого не заметить Аминь, понимаете? Я вас не запутал Я же говорил, что этот урок Уроки этот не совсем такие простые Так вот Ну, да, действительно идол это то, что становится наравне с Богом Или выше Бога в отдельных случаях Но на самом деле Идол намного опаснее Идолу достаточно лишь возникнуть И если ты вовремя его как-то Ну, не заметишь То он свое возьмет Ну, то есть, если ты не признаешь вовремя, что это идол Не свергнешь его То он сумеет Сумеет взять свое Аминь, слышите? Ну, не всегда Ну, да, правильно Но иногда есть вещь, которую вообще нельзя привносить Ну, в свою жизнь Потому что она Как-то она зацепится и возьмет Свое Потому что она не нейтральна Аминь, слышите? Ну, вот многие люди, которые Например, например, как пример Много точно-то там споров сейчас Я не хочу в эти споры сейчас залазить Насчет этих татуировок Но однозначно Однозначно все, кто Ну, вот, современные Я не говорю про тюремные Все говорят, что сделав одну Ты говоришь Ну, как-то люди обязательно втягиваются Делать это снова и снова Пока Ну, очень трудно Ну, это как один из примеров Ну Один из примеров Аминь, слышите? Ну, их таких массов есть То есть И потом это уже встает что? Идолом Потому что ты даже сам не замечаешь Как ты начинаешь этому все больше и больше отдавать Что-то Ну А поклонение Это когда что-то ты отдаешь Оно очень-очень быстро Очень сильно связано с жертвой То есть Ты начинаешь этому уже жертвовать Время Часть Часть Например, если брать эту татуировку Часть тела Которое есть Храм Духа Святого Так или нет? Деньги Которые могли на что-то другое пойти Я не говорю даже там Прямо ты Не обязательно Прямо ты их бы пожертвовал в церковь Ты бы мог на свою семью их потратить Или на что-то полезное Но ты их И говоришь Нет, я не Люди сейчас говорят Нет, я не жертвую Да ты жертвуешь Или не так? Ну, это как пример один Вот следующий Следующий В отношении идола Очень важно понимать Если идол уже возник То ты приносишь Ему жертву Раньше Чем успеваешь Это понять Записали Да, зафиксировали Следующий Ну, это был второй Да, момент Первый Что идол Может возникнуть И свое взять Второе Что идол Если он уже возник То ты приносишь ему Жертву Раньше Чем успеваешь Это понять Ну, как Самсон Пример Он же принес Свою силу Эти волосы Ну, которые Символизировали его силу Он принес в жертву Да, позволив Себе Вещи Ну, как бы Когда он склонил Свою голову Что символизировало Поклонение На колени Этой Долиде То он не понимал В тот момент Что он приносит В жертву Что-то Аминь Так или нет? Он принес В жертву Что-то Раньше Чем это понял А когда понял Уже было поздно Так? Аминь Слышите? Это тоже Глубокий пример Как человек Лишился силы Божьей поддержки В тот момент Когда он это делал Он совершенно Не думал О последствиях Он говорил Ну, просто так Он говорит Как и прежде Встану И освобожусь Аминь Слышите? А не знал Написано Что Господь Отступил От него Потому что Он принес В жертву Идолу Аминь Слышите? Второе Что важно Понимать Идолу Всегда мало Идолу Всегда мало Он никогда Не будет Довольствовать Тем Что ты ему Предложил А значит Обязательно Будет Продолжение Зафиксировали Потому что На самом деле Правда В чем Что Идолу Который Возникает Его происхождение Тоже Из духовного Мира Потому что Желание Дьявола Чтобы Каждый Ему Поклонялся И служил Вы слышите Вот в чем Вся суть Бог говорит Я Господь Бог Твой Все должно Все во вселенной Должно Мне поклоняться А изначально Дьявол Говорит Я тоже Бог И я хочу Чтобы По крайней мере На земле Мне все Поклонялись Вы слышите Меня? Поэтому Каждый Идол 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 И ему Не нужна Твоя жертва Как по сути Ему нужно Твое поклонение Вы слышите В чем тонкость? Ему на самом деле Не нужно Не нужно Что-то Ему нужно Чтобы Чтобы Ты поклонился Помните же Мы же говорили Об искушениях Иисуса Христа На прошлом уроке Нигде В этих искушениях Ничего Прямо Прямо Греховного Прямо Вот Как бы Греховного Не было Но Вся Вся суть В чем Поклонись Мне Аминь Слышите Поэтому Если Вовремя Идола Не разрушить То Ты будешь Ему Жертвовать Снова И снова Обязательно Потому Что Как я Уже Сказал Очень важно Ему Нужно Не то Что Ты Ему Даешь Как Жертву А Ему Нужно Именно Поклонение Вот Смотрите Что Видел Валаам В Духовном Мире И Чего Не видим Мы Смотрите Очень Тонкая Тонкая Вещь Очень Важную Вещь Буду Говорить Очень Глубокую Вещь В момент Жертвоприношения И Последующего Поклонения То есть Когда ты Приносишь Жертву Это Как Поклонение Так Вот Как В Духовном Мире Все Устроено Ты Приносишь Жертву То Идол Идол Принуждает Тебя Приносить Что Жертву Времени Ну Как мы Сказали Времени Финансов Внимания Твоего Аминь Слышите То есть Ты Это Жертвуешь Совершается Действие Что Поклонение То есть Когда Когда Возникает Таинство Ведь Есть Много Таинств Все Что Связано С Духовным Миром Имеет Часть Что Явного А есть То Что Неявно Не Видно Мы знаем Что Есть Божье Таинство Это Тот же Принцип Мы Не знаем Как Мы Говорим Таинство Причасти Мы Не знаем Как Оно Совершается Как Жизнь Божья Начинает Нас Наполнять Мы Говорим Причасти Это Таинство Так Или Нет На самом Деле Помните Я вам Когда-то Говорил Что Есть Там В Церквях Три Или Четыре Кто-то Признает Три Таинства То есть Таинство Причасти Таинство Брака Таинство Водного Крещения Так Но На самом Деле Есть Больше На самом Деле Молитва Это Тоже Таинство Мы Не знаем Как Мы Соединяемся С Таинство Таинство Это Которые Вещи Которые До Конца Постичь И Объяснить Нельзя И Вот Здесь Тоже Таинство Совершается Таинство Вы Сейчас Меня Понимаете То Таинство Единения С Объектом Поклонения Аминь Слышите Вот Есть Объект Которому Ты Приносишь Жертву Ты Даже Не Подозреваешь Что В этот Момент И Совершается Акт Поклонение И В Духовном Мире У тебя Происходит Какое-то Тобое Неощущаемое Единение С Этим Объектом Вы Сейчас Понимаете Меня И Чем Больше И Дольше Это Продолжается Тем Сильнее Объект Поклонения Притягивает Тебя К Себе Аминь Слышите И Ты Начинаешь Погружаться В этот Объект Поклонения И Этот Объект Поклонения Все Больше И Больше Начинает Тобою Завладевать Аминь Слышите Давайте Отследим Это В Хорошем Смысле Разве Не Этого Хочет Бог Почему Он Говорит Мне Поклоняйся Мне Служи Всякий Раз Когда Ты Поклоняешься Богу И Когда Ты Посвящаешь Себя Больше И Больше Ему Совершается Акт Таинства Поклонения У Тебя Возникает Соединение Единение С Объектом Если Это Бог То Это Хорошо Да То Тот же Самый Принцип Действует Как В отношении Бога Так И В отношении Идола Вы Слышите Или Нет Почему Эти Идолы Возникают Потому что Они Хотят Похитить У Тебя Как То Твое Внимание Чтобы Ты Этому Уделил Вы Прослеживаете Это Таинство Если В Божью Сторон Вот Ты Совершаешь Какое Это Ты Жертвуешь Приносишь Богу Жертву Например Хвалы Жертву Времени Так Или Или Какими То Какие Посвящаешь Ему Ну Но Не Просто Часть Но Какое То Дело Действие Так И В этот Момент Почему И Писание Говорит Все Что Вы Делаете Во Славу Божию То С Этим Вы Поклоняетесь Богу Если Ты Поклоняешься Богу Происходит Что Действие Таинства Единения С Объектом Поклонения И Чем Это Дольше И Больше Тем Сильнее Объект Поклонения Притягивает Тебя Тебя К Себе Так Это Ваш Бог Желает И Чем Больше И Дольше Ты Начинаешь Погружаться В этот Объект Поклонения А Объект Поклонения Начинает Погружаться В Тебя Помните Как Иисус Говорит Что Прибудьте Во Мне И Я В Вас Аминь Слышите Ну Тоже Самый Духовный Духовный Принцип Чем Больше Ты Пребываешь В чем-то Другом Тебе Больше Это Другое Проникает Что В Тебя И Постепенно Ты Начинаешь Преображаться В Объект Твоего Поклонения Ведь Воля Божия Мы Преображались В Образ Его То есть В Образ Божий Так Или Нет А Идол Пытается Вот Все Это Перетянуть На Себя Вот Почему Люди Которые Отступили От Бога Которые Как Они Они Уже Они Уже Что-то Другое Преобразились Хотя Формально Они Могут Считать Себя Верующим Аминь Слышать Или Нет То есть Вот Эти Все Вещи Они Очень Очень Важны Очень Интересны Очень Интересны Очень Ну На Них Стоит Обращать Внимание Потому Что Суть В том Что Очень Часто Очень Часто Действительно Все Начинается С Малого И Ну И Мы Можем Эти Вещи Не Зная Упускать Поэтому Вот Это Обольщение Давайте Подведем Как Б Итог Этого Урока Чтобы Не Было Перебора Ну Мы Все Так Вот Пошли В Эту Сторон Идолопоклонства Идола Идола Но Все Так Давайте Вернемся Давайте Вернемся К Самому Этому Элементу Этого Искушения Как Совместимость Поэтому Вот Этот Принцип Вот Этот Принцип Вернее Это Искушение Совместимости Оно Действует И Сегодня Как Оно Действовало Как Оно Влияло На Израиль И Мы Видим Последствия Этого Так Оно Действует И Сегодня Ну Ну Как На Отдельных Людей На Отдельных Людей Понимаете Потому Что Если Тогда Было Действие Направлено На Весь Народ То Сегодня Действие Важно Тоже Отменить Чем Характерно Это Ну Чтобы Лучше Понимать Как Ветхозаветные Примеры Как Образы Что Действие Этого Искушения Было Направлено На Весь Народ А Сегодня Это Направлено Индивидуально На Каждого То Чем Характеризуются Идолы Новозаветней Что Оно На Каждого Распространяется Индивидуально Запишите Себе Это Зафиксируй Нам Важно Это Понимать Живя В Нынешнем Веке Вот В Нынешнем Веке То Искушение Совместимости Искушение Идолами Оно Индивидуально Понимал Будете Потом Понимать Что Индивидуально Ну Явно Мы Видим Ветхий Завет Образ Это На Весь Народ А Сегодня Это Индивидуально Вот И Важно Понимать Что Действительно Это Искушение Совместимости Оно Имеет Силу И я Еще раз Повторю В заключении Чем Оно Чем В чем Оно Заключается Что В чем Его Суть Что Как Израиль Он Вполне Себе Совмещал Поклонение Каким То Другим Перенимание Каких То Других Ценностей Другой Культуры Других Народов Без Отказа Без Совершенно Без Отказа Верить И Поклоняться Богу Аминь Слышите Вот В чем Суть Этого Опасность Этого Что Люди Не Отрекаются От Бога Ну Проследите Историю Вот Сегодня Отступничества Многих Людей От Бога Ну Если Так Взять Даже В рамках Программы Реабилитации Там Многие Люди Которые Отпали Которые Ну Они Как Б И Говорят Мы Не Хотели Мы От Бога Не Да Да Вот Так Вот Оно Все И Получ Вот Как Оно Вот Так Оно По Этой Схеме Все Получилось Аминь Пусть Господь Сбережет Нас Но Помним Что Береженого Бог Бережет Когда Мы Сами Бережем Себя Тогда И Бог Нас Бережет Аминь Ну Хотя Потому Что Это Не Из Писания Хотя Это Хотя Может Так Прямо Не Написано Но Все Писание Об Это Говорит Другие Слова Написаны Что Я С вами Когда Вы Со Мной Аминь Боже Благослови Чтобы Это Этот Материал Как Духовная Пища Были Усвоены Нами Чтобы Мы Могли Это Уразуметь Чтобы Дьявол Это Не Восхитил Из Нашего Сердца Поэтому Просим Разумения Просим Осмысления Я Лишь Человек Которому Ты Доверил Доносить Это Откровение Господи Но Мои силы Мои способности Они конечно Ограничены А Дух Твой Никем Ничем Не Ограничен Поэтому Дай Более Полное Более Совершенное Разумение Всего Что Ты Нам Говорил Сегодня Молимся Тебе Об Этому Во Имя Иисуса Христа Аминь